Хороший и проходной автомобиль всегда радует глаз. И в идеале он должен забираться практически на вертикальную стену. В общем, внедорожники, пожалуй, главное слово для каждого мужчины. Даже если ты император. С легкой руки известного автомобилиста князя Орлова Николай II пересел с живой лошадки на железного коня и сразу обзавелся гаражом в 56 машин общей стоимостью около 1 миллиона рублей в ценах 1913 года. Для высочайшей особы конструктор Адольф Кегресс создал первый в мире полугусеничный автомобиль. У него были мягкие гусеницы из верблюжьего войлока на задних колесах, а вместо передних были лыжи. 15 января 1917 года Николай II записал в личный дневник впечатление от прогулки на чудо-технике. В два часа отправился со всеми детьми на снеговых моторах Кегресса к Пулкову. Проезжали по разным оврагам, спустились с горы, ехали прямо полями и болотами вдоль Гатчинского шоссе и вернулись через Бабалово. Нигде не застряли, несмотря на глубокий снег, и вернулись домой в 4 часа очень довольны необычной прогулкой. А это Роллегон. Здоровенный внедорожник с шинами низкого давления с легкостью тянет 7 тонн при собственном весе 4300 килограмм. Даже по человеку такая махина проедет запросто, не причинив никакого вреда. Шнекоходы Первый в мире шнеко-роторный вездеход был запатентован американским изобретателем Джейкобом Морротом в 1868 году. Принцип его движения простой. Два винта Архимеда, и шнекоход с легкостью прокатит по гиблой болотной топе, заснеженным холмам или водной глади. Идею подхватил и Генри Форд, оснастил винтами трактор Форд Зон. Серийный шнекоход строился в 1920-х годах и использовался для доставки врачей и почты на Аляску. В России были запатентованы шнековые сани, созданные Дергинтом в 1900 году, но идея не получила особого одобрения. Позже в СССР с 1979 по 1991 год производили шнекоходы ЗИЛ 2906 и ЗИЛ 29061. А вот этот автопоезд действительно уникален. 1958 год. В Министерстве обороны США и заказывают самый длинный колесный автопоезд в истории. Лютурне ТС 497. Длина монстра 173 метра. Вес 450 тонн. Четыре газотурбинных двигателя. 56 колес диаметром 3,5 метра, оснащенные индивидуальным электромотором. Электронная система управления, наделившая ТС 497 уникальной маневренностью. Производитель позаботился и о шести членах экипажа. Комфортные жилые модули, кухня, кают-компания, канализация и автоматическая прачечная. Но все это получилось очень дорого и непрактично. Автопоезд выставили на продажу за 1 миллион 400 тысяч долларов. Покупателя не нашлось, и в 1971 году прицепы пустили на металлолом. Тягач же красуется в музее штата Аризона. Но не только компании способны создать мощные прототипы. Этого паучка построил изобретатель-одиночка. Главная особенность – независимые метровые колеса с вертикальным ходом 2,13 метра. А это – детище инженера и путешественника Алексея Макарова. Полярному вездеходу скорость на твердом грунте 50 км в час и 5 км в час на воде обеспечивает 150-сильный движок с крутящим моментом 360 ньютон-метров при 1800 оборотах в минуту, а также грибной винт. Тянет екатеринбургский бурлак 2 тонны, а шины низкого давления диаметром 1,75 метра и шириной 0,72 метра обеспечивают отличное сцепление с любой поверхностью. Для комфорта членов экспедиции сиденья трансформируются в спальные места. Есть небольшая кухня с вытяжкой и малоразмерный душ. А это – викинг из набережных Челнов. Выходцы из КАМАЗа под руководством Артура Туктарова и Леонида Хрипунова создали единственный в мире вездеход-амфибию, прошедшую сертификацию на соответствие требованиям ООН. А это чудо техники сделано на базе допотопного бронетранспортера 1959 года выпуска, в который влепили восьмицилиндровый движок объемом 5,7 литра от Chevrolet Corvette. Запасные колеса трансформировали в дополнительные, которые могут опускаться на землю с помощью гидравлических моторов, добавили усиленную внедорожную подвеску и, конечно, гарпун с лебедкой. Куда же без него. Первые фото карателя, появившиеся в интернете, вызвали настоящий ажиотаж. Кто-то восхищался агрессивным дизайном, достойным Бэтмобиля, кто-то высмеивал огромные для броневика окна с ужасным из-за наклона обзором, кто-то вообще кричал это фейк. Но в 2008 году на заводе ZIL совместно с компанией Ford началась работа над проектом. Полные технические характеристики футуристического броневичка до сих пор засекречены. Конечно, большие окна не добавят карателю живучести, но угол их наклона повышает вероятность рикошета и минимизирует повреждения, а внешний обзор дополнен шестью камерами. Но когда в приоритете не проходимость, а грузоподъемность, тогда рождаются вот такие монстры. Например, самосвал и дампер. Поскольку самосвал является полностью электрическим, нет никакой нужды использовать тормоза во время спуска. В роли тормоза выступает его огромный электродвигатель, работающий в режиме генератора. Вырабатываемая им электроэнергия используется для зарядки аккумуляторных батарей и снова используется, когда самосвал на обратном пути поднимается в гору. И самым интересным является то, что при движении вниз по 13-градусному склону в нагруженном состоянии генератор самосвала вырабатывает больше энергии, нежели самосвал расходует на подъем, двигаясь налегке. А избыток энергии может быть передан в общую энергетическую систему во время разгрузки самосвала. Аккумуляторная батарея самосвала весит 4,5 тонны. Она состоит из 1440 никель-кобальт-марганцевых ячеек. И это самая емкая и большая аккумуляторная батарея, установленная на сегодняшний день на наземном транспортном средстве. А это так называемый донный самосвал. У них зафиксированы самые высокие показатели соотношения полезной нагрузки к весу, самая низкая себестоимость перевозки одной тонны материала и умение развивать самую большую скорость — до 68 км в час. При объеме кузова 228 кубических метров и грузоподъемности в 220 тонн, эта махина невероятно маневренная, мягкая, плавная и фактически может крутиться на месте, так как ее колеса, накачанные азотом, способны поворачиваться на 85 градусов. И, конечно, самой большой особенностью самосвала является его кузов оригинальной конструкции, жесткость которого обеспечивается сложной системой из четырех ребер, расположенных по четырем углам кузова. Такое строение, а также размещение сварных швов в области с низким напряжением позволяет делать кузов тонкостенным из высокопрочной стали, что уменьшает его собственный вес, гарантирует высокую ударопрочность и увеличивает срок службы. Ну а это белорусский БелАЗ 75710. Грузовик Монстр. Самый большой в мире. Он способен за один раз перевозить 450 тонн груза, длина этого гиганта достигает 20 метров, высота 8,16 метра, а ширина составляет 9,87 метра. Два полноприводных дизельных двигателя обеспечивают спецтехнике мощность до 8,5 тысяч лошадиных сил. Каждая бескамерная пневматическая покрышка может выдерживать вес в 102 тонны. На этом поистине чудовищных размеров в грузовике установлена дизель-электрическая трансмиссия. Два 16-цилиндровых дизельных двигателя запускают генератор, который производит электроэнергию, питающую четыре электрических мотора. Расход топлива составляет каких-то жалких 1300 литров на 100 километров. А это японский беспилотник Камацу, который оборудован двигателем 2700 лошадиных сил и может передвигаться вперёд и назад с одинаковой скоростью. Полный привод и управление как поворотом, так и вращением всеми четырьмя колёсами. Благодаря этим опциям сокращается время на постановку самосвала под погрузку и разгрузку, а также на площадке выполняется минимум вскрышных работ, поскольку пропадает необходимость в развороте машины. Трансмиссия представлена четырьмя электромоторами, динамическим тормозом, модифицированными бортовыми редукторами и генератором. Грузоподъёмность автономного самосвала 230 тонн, эксплуатационная масса 416 тонн. Это первый самосвал с электромеханической трансмиссией. У Scania тоже есть беспилотный грузовик, он даже не имеет традиционной кабины. Управляет грузовиком интеллектуальная система, связанная с системой логистики. Таким образом, Scania AXL получает точные указания, какое количество груза куда и когда следует доставить, чтобы производство не простаивало. Полный набор камер, радаров и сенсоров позволяет Scania AXL легко находить дорогу, передвигаясь в заданном направлении. Отсутствие кабины позволило заметно снизить высоту грузовика, так что загружать его стало заметно проще. Scania AXL отнюдь не электрический, а имеет двигатель внутреннего сгорания, и он выбрасывает в атмосферу минимум вредных веществ, так как работает на возобновляемом биотопливе. В общем, все эти машины могут удивить. Но всего 50 лет назад фантасты совсем иначе представляли наше будущее, как минимум с летающими машинами. Почему до сих пор нет массового производства эфирных генераторов, или установок управляемого термоядерного синтеза, а может быть холодного ядерного синтеза? Все ли дело в том, что человечество просто не додумалось до подобных технологий? Или кто-то заинтересован в том, чтобы мы передвигались на установках, в которых ежесекундно детонируют тысячи взрывов небольших порций ископаемых углеводородов? Об этом порассуждаем в следующем выпуске. А пока настройте уведомления, чтобы не пропустить его, и посмотрите вот эти четыре выпуска на ту же тему, если еще не видели. До встречи на Крамоле!